Девушки отдыхают В левом нижнем углу экрана 19 августа 1991 года Группа бойцов отряда милиции особого назначения летит на захват РТПЦ республиканского телевидения Ну а пока вертушка плывет в теплых скроях августовского воздуха Постараемся разобраться, что же предшествовало этому полету и что за ним последовало Карикатуры из прибалтийских газет рубежа 80-х и 90-х годов Смотрите, русский медведь с балалайкой, сидящий на белом эстонском рояле Вот еще безжалостный мужик в фуфайке, задирающий подол девушки в национальном костюме Прибалт, такой милый толстячок, отдает свой хлеб дегенеративного вида бабе в кокошнике Он отдает ей свой хлеб и сосиски Забавно, скажет кто-то Однако то, что вы только что видели, эффективная фашистская пропаганда Дружелюбный, изложенный в виде комикса Майн Камп А вот это уже не смешно Законы, законы, по которым русские юридически определяются как недочеловеки Они лишаются избирательных прав, им запрещается занимать высшие государственные должности Запрещается иметь оружие и землю, запрещается учеба на родном языке А вот, кстати, и карикатура на эту тему Мигрант русскоязычный ведет на веревочке своего таракана Надпись на указателе Ускоренные курсы эстонского языка Веселый народ эти эстонцы, правда? Но латыши еще веселее Они себя считали высшей расой Там очень интересно, вплоть до того, что в этом учебнике Кстати, этот учебник можно будет найти Даже, по-моему, кто-то привез сюда, в Тюмень, этот учебник Получалось то, что Москву основали латыши Вот, вот Ну, общее настроение было на лозунгах, написано русский вон из Латвии Ну, не в обиду будет сказано всем этим Всем этим прибалтом Но это, по идее, нация рабов Понимаешь? Потому что они никогда не были осмотрительными Или там были поляки, или шведы Или немцы Или, значит, наш русский царь Петр Первый Но всегда на них был кто-то И вот здесь, в это время А еще, значит, еще, если помнишь Старый древний человек сказал Нет ничего страшнее царствующего раба Они это делали Вот все эти формы, издевательства Эти, значит, нововведения Это не они сделали Это им позволили сделать Отряды милиции особого назначения Были созданы в СССР в 1988 году В числе первых пяти Рижский Сейчас, когда в России полно разнообразных спецподразделений И спецназ, и спецваз, и специх Когда подзабылось, что ОМОНы были первые Это была не армия, но уже и не вполне милиция Свирепый терроризм и массовые беспорядки Которые дреклеющий и нелепый участковый СССР Анискин Уже не умел эффективно сдерживать Требовали нового качества Радикальной смены формы и содержания милицейской работы Практический опыт службы в парашютно-десантных И пограничных войсках И потрепанный, неизвестно откуда взявшийся На базе Вецмилгравис Книжечка наставления по проведению спецмероприятий Национальной гвардии США Сделали то, что потом стали называть Рижским стилем силового и психологического подавления бандитов ОМОН не был мальчиком со скрипочкой Он бил И его били И это была честная игра Вся крутизна Прибалтики может подтвердить это Пока ОМОН самозабвенно прессовал бандитов Его начальники из МВД Латвии занялись политикой Начальники занялись силовым обеспечением выхода Латвии из СССР Сентиментальная поющая революция балтийских стран нуждалась в заурядной дубинке С помощью которой фольклор можно было бы вбить в каждую голову Конечно не нужно влезать в политику нам В нашей системе, нашей структуре Не нужно Но нас по-любому втянут По-любому Ситуация была просто настолько смешная Что министр внутренних дел ВАЗНИС тогдашний Давал просто-напросто указание Что лиц, задерживаемых ОМОНом В райотделах не принимать, не оформлять связи То есть оперативную обстановку ситуацию до нас не доводить Ну все, и поехало И закрутилось А министр Белл Штенрих Там было совсем другое отношение Мужик, который я понимал Этот пришел такой Дурбалай ВАЗНИС имеешь ввиду? Да Ну просто стравливать начал Во-первых Выезжали мы в город, чтобы не один был То есть до города выезжали там Чтобы пару человек было В сумку, автомат вложишь Там несколько магазинов Это вот как было Ну естественно пистолет по боям побольше И вот едешь домой так То есть доедешь, не доедешь Почему же боец Громов ходил домой только ночью Да еще с напарником Да патронов брал побольше А потому что республиканской милиции И этническим охранным отрядом Айсаргов Была фактически выдана лицензия На отстрел черных беретов Разрешалось стрелять ОМОНовцев на месте Как собак Сотни мускулистых парней В черных беретах Должна была принять решение Либо кротко и дисциплинированно Присесть возле сапога министра внутренних дел Латвии Либо сохранить верность союзу Они выбрали союз Так начался их анабазис Их ледяной поход Можно по-разному оценивать это решение В политическом плане Но одно несомненно Это был поступок Который делит жизнь на до и после Рано или поздно Это должно было случиться 20 января 91 года Проезжавшие по центру Риги Наряд ОМОНовцев Обстреляны неизвестными сразу из трех точек От здания МВД От бастионной горки Из гостиницы Ридзани ОМОН в ответ штурмует здание МВД Час 55 минут Здание Министерства внутренних дел занято Заместитель министра Индриков На телефонные звонки не отвечает Средиземный ответ сообщает Что прибывали Вы не сидите мая Спустя 8 месяцев Этот эпизод Будет фигурировать в материалах обвинения Против ОМОНа Но тогда Покидая по приказу из Москвы Здание МВД Бойцы этого еще не знали Вот еще материальчик Для следователя На основании вот этого указа Президента СССР Группа ОМОНовцев проводит операцию По разблокированию границы И ликвидации Самодеятельных таможен Руки вверх Что думаешь, что мы шутят тут? Фидурок Фидурок Атомат что ли? Фидурок Руки Через 3 месяца Москва признает эти таможни законными А шлагбаумы Восстановят Латвийская пресса До того влюбленная в ОМОН Как в суперкоманду боевиков Профессионалов Устроила настоящую травлю отряда Одновременно Официальные латвийские власти Предложили каждому бойцу По 50 тысяч рублей По тогдашнему курсу черного рынка Около 20 тысяч долларов За то, чтобы он покинул Латвию Москва вела себя уклончиво Подло Пасучий С одной стороны Отряду Грубаль-Стиле Называя его оплотом Советской власти Прибалтике А с другой Вели с националистами Задушевные беседы С одной стороны Отряд переподчиняли 42-й Вильнюсской дивизии Внутренних войск СССР А с другой Грозились разоружить Силами московского ОМОНа Насилие никогда не было Единственной основой государства Однако ни одно государство Никогда не обходилось без насилия Трагедия СССР Последнего периода Состоит в том Что у власти в стране Оказались люди Нетворческие Эгоистически настроенные И просто вялые Они так и не смогли Сформулировать идею Общего развития Общего смысла Вызов времени Остался без ответа Впрочем ответ был 19 августа ГК ЧП Полет над гнездом кукушки Окончен Сопротивления Как видите нет Нет и жертв Здание МВД Знакомые коридоры Эти оружия и амуниция Принадлежат белым беретам Альтернативному Этническому Военному формированию Знаете о чем я думаю Глядя на эту шеренгу Перепуганных белоберетчиков Я мысленно продолжаю Эту шеренгу Если бы вот так же Без ремней С приспущенными штанами Стояли тогда в августе Разнообразные Радуевы и Басаевы А также некоторые Журналисты и общественные Детели Может быть и не было бы У нас такой крови И такого числа границ И беженцев Пробирающихся Через эти границы Однако история Не знает сослагательного Наклонения Продорчав на Томской площади В ожидании дальнейших команд ОМОН возвратился На базу Вецмолгравис Все было кончено Поздно вечером В отряд позвонил генерал И сказал Запомните Все что вы делали в Латвии Вы делали по своей Инициативе Запомните это Тогда Было только одно Или мы все вооруженно Куда-то выходим Или остаемся на месте И стоим до конца Поэтому настроение было такое Или на месте Или выходим все вместе Ну конечно переживали Скорее всего не за себя А за своих родных Близких За себя мы уже давно решили Что это Чем это может кончиться Значит ну и 21-го Где-то начиная с утра Там уже Сначала Сначала было просто Непонятно Потом было обидно Потом было страшно Что действительно А что сейчас сделать И вот тогда Где-то всю ночь До обеда 22-го Значит там уже ждали штурма Базы Ну что пускай шли Посмотрели еще Кто на что способен Ну получили по зубам они еще Да невозможно было Эту базу взять Ну сейчас я конечно понимаю Вот так вот Прослужив уже многие годы Что в принципе Вот то что Наши все окопы БТР Да это С нашей допустим Сейчас современной техникой Это буквально На 5 минут работы Чтобы нас было уничтожить Потому что достаточно было Одно и двух вертушек Вот и наши казармы Одноэтажные Значит и наши все То есть оборона Линия обороны Буквально 5 минут И нас бы стерли С лица земли Если бы захотели Если бы захотели В то время мы еще Это не понимали И что вот поразило Вот именно в эти моменты Это люди Это именно Когда собрались Значит Ну Когда стало ясно Что нас Нас предали Бросили Значит собрались Все в лесной комнате И вот Ты же веришь Такого еще Больше Больше наверное Не было И я думаю Что только доказательства Жизни не будет А когда Сядут 100 человек И начну И мы от ребят Ничего не скрывали Им говорят Сейчас нас будут кончать Поэтому у вас есть шанс Или остаться здесь И лечь Потому что конечно Не оставят свидетелей Или Или сейчас Пока еще база Не блокирована полностью Значит давайте разбегаться Никто Ни один не ушли В это же время В Москве Буря эмоций Экзальтированные толпы Сносят статуи Вчерашних кумиров Мямлет что-то Слизняк в джемпере Киса Вы чужой На этом празднике жизни Пока чернь Дерет глотки На площадях Бояре стреляются И прыгают из окон Но В основном По старинному обычаю Перебегают под руку Нового государя Чем кончится Узнать не мудрено Народ еще Повоит да поплачет Борис еще Поморщится немного Что пьяница Предчаркаю вина И наконец По милости своей Принять венец Смиренно согласиться В Москве Театр Пушкина А что в Тюмени А в это же время В Тюмени Театр Островского Бубянские чиновники Столоначальники Гласные Купечество И мещанство Судорожно бегают Из кабинета в кабинет И задним числом Исправляют Разнообразные документы Скрипят И брызгают перья Объяснительные И доносы Доносы Объяснительные У каждой номенклатурной Твари Было немного времени Для того Чтобы пересесть Из Волги В иномарку Число иномарк Было в тот момент Ограничено Снова Снова Рига Последние часы Ветсмилгрависи Совет безопасности Латвии Дает письмо Охранную грамоту В которой сказано Что никаких препятствий Выходу отряда Из Латвии Не будет И что Латвийская сторона Не имеет претензий К бойцам Покидающим Ригу На базу Рвутся покупатели Официальные Конфиденциальные Из Канады ЮАР Венгрии Японии Все хотят иметь Красных командос У себя на службе Но не весь отряд А так Группами по 10-20 человек Однако Вместо Африки Они летят В Сибирь Ну если я считаю Оттуда достойно Нормально Красиво Потому что до сих пор Насколько я знаю Нас там Ценят Любят Уважают Ну Ненавидят И так далее И тому подобное 1 сентября На 16 Военно-транспортных Самолетах В Тюмень Прибыли 115 усталых Измученных Бессонницей И ожиданием Смерти Мужчин Вместе с ними Прилетели Их родные Ну а первое время Что же Жили в пионерском Лагере Там природа Хорошая Все хорошее Нормальное Такое впечатление Было А в город Когда вышли А в город Когда вышли На первое дежурство Вот там Конечно Мы удивились Ой Вот Что сам Первое удивило Очень милицейских Машин Много ездило Они по улице Республики Туда-сюда Туда-сюда За одна За одной А потом Когда выехали На первое дежурство Яма на яме Наши машины Вот эти микроавтобусы Были в Латвии Они буквально Развалились Ну через Неделю Может быть Их колеса В разные стороны Просто От ям Сейчас более-менее Уже ничего Или привык Может быть Тюмень Удивительный Неповторимый город Причудливый синтез Милой патриархальности И авангарда Наивности И холодного расчета Город особой Родовой Взаимозависимости Его жителей Город Многолетней Круговой поруки В которой Жулик Не отличается От чиновника Ни свежестью сорочки Ни пестротой Галстука Им было сказано Забудьте Ригу Вы в России Служите честно И получите все И квартиры И медали А Ригу забудьте Как дурной сон Тюменские журналисты От Быдловатого Калагривого До Изощренного Гольдберга В сущности Недолго думали о том Как следует Отреагировать На передислокацию Отряда в наш город Поменяйте В их публикациях Название Ресторанов И улиц Риги На тюменские названия И вы получите Точную копию При Балтийской Стрепни Одинаково Бездоказательную И темпераментную Ложь Следует отметить Что несмотря на Очевидный рост Преступности За последние годы Никогда после Милицейские проблемы Не обсуждались С таким жаром И с такой Настойчивостью Как в ту осень Одно время Депутаты областной думы Справлялись У бывшего начальника Увдобласти Генерала Башарина Установил ли он Достоверно Факты подкупа Прямого подкупа Журналистов Со стороны бандитов Тогда генерал Промолчал Наблюдатель Представляет вам Бывший университетский Бар Витамин Именно здесь По достоверным данным Люди из группировки Юрия Тишинкова Известного больше Как Ганс Вели деловые переговоры С одним из тюменских Репортеров На предмет Подготовки Компрометирующего Материала Тот парень Отказался Но очевидно Были и те Что согласились Но мне все-таки Кажется Что в большей степени Они занимались этим Бескорыстно Из идейных Так сказать Соображений Одновременно С газетчиками У КГБ СССР По Тюменской области У ВД Тюменского облсполкома Ввели в отношении Рижан Оперативную Разработку Прослушивался эфир Велось Негласное Наружное наблюдение Здесь У гостиницы Колос Где мы с вами находимся И где в тот период Жили Рижане Был пост Этого наблюдения Отсюда Велась слежка ОМОН Обвиняли В жестоком обращении С гражданами Припомните зритель Хоть одну полицию мира Которую не обвиняют В том же самом В общем Обвиняли В беспределе И даже в убийствах И не важно Что этих убийств Не было Главное Информация сработала Мужики Здесь вам не Рига Забудьте Ригу Снова говорили им Милицейские начальники В Тюмени Где милиция Традиционно часть поруки Где секретно-оперативная информация Часто используется Правящими элитами Для взаимных Политических И коммерческих разборок Такое принципиально Неуправляемое подразделение Было нетерпимо Отряд Из которого Уже уволилась Треть личного состава Из которого К тому времени Изъяли половину техники Был рассредоточен По городам Области Твои персональные ощущения В момент Когда ты В наручниках Летел В Латвию Ну Здесь Без мата Говорить невозможно Восьмого октября Заместителя командира Отряда По боевой Служебной Подготовки Капитана Парфенова Вызвали в кабинет К начальнику УВД Сургута Полковнику Хисматулину Там Сергея Ждал Конвой Латвийской полиции Парни Там С спецотделения Как там было Подходят Говорят Ваша Парфенова Полиция Арестовала Формы Переоделись У нас Ни оружия Ничего не было И у ВВД Пришли на ужин Так они Все ВВД По полной Боевой сидели С автоматом Был приказ Что если будут Отбивать Могут их всех Списывать На боевые потери Настроение Такое Близкое К шоку Я скажу Было Никто Вообще Не мог Даже предположить Что это Такое Может быть То есть То слово Которое Можно сказать Было Государством Дано О выводе И О гарантии Безопасности Просто-напросто Еще больше Мы убедились Насколько Нездоровая Основа Всего того Что пришло К власти Ну первое Что мне сказали Я лично не поверил Я лично не поверил Потому что Я сказал Что Не может быть Такого Чтоб Вот так вот Взяли Так арестовали Просто Так сдали Чувства Плохие Конечно были Мы как раз Были на войнуке Ну вот Жили в общежитии Там Приехали Я вообще не знал Приехали И сказали Что Серегу Забрали Конечно плохие Как я чувствую Все были На взводе Все Шмотки Держали Больше Больше Езжаться Некогда Тогда Не только Я раздумал По-моему Весь отряд Часть ребят Значит Поэтому Пришлось Покинуть территорию Значит Умени Скрыться Как говорится В неизвестность Вот Было Такое Желание У меня Но потом Нам объяснили Что Больше Подобного Не произойдет Поднялась волна В защиту Сергея Парфенова И Поэтому Я В принципе Остался Ну Если Предали Значит Одного Человека Где Такая Гарантия Что Не сдадут Всех И потому Как говорится Не то Что терять Нам было Нечего Но Просто В такой Ситуации Оказались Нам Ну Поставили Такое Положение Что Выбирать Тут уже Не приходилось Ну Потом Как-то Так Посидели Там Поговорили Все Это Вроде бы Нам Объяснили Что Все Это Недоразумение Все Так Получилось Все И Там И Справится Ну Вот Сказать Поверили Может На Слова И Так Вроде Мене Успокоились А Действия Конечно Не знаю Чем Это Все Кончилось Ну Не знаю Земельский суд Риги Процесс Проводится В помещении Оборудованном Стальной Клеткой Это Была Единственная Клетка На Всю Ригу Именно В нее Посадили Парфенова Парфенова Патрон Патрон Турни Вет Парфенов Вет Сискат Казинам Збившись Омон Венебес Командир Те же звонки Те же письма Ведь они не обещают Ничего мне Они мне только Советуют убираться А жмут на детей Понимаете То что они Их вырежут То что они Их поубивают Перережут Это Я не знаю Может быть это норма И что будет Я и четверо Моих детей Во первых Мне обязательно Придется отсюда Уезжать Это вопрос Решенный Даже разговор Потому что А потом Кому нужны Его дети Кроме него Смол Слушайте Обращение Отца четырех детей Капитана советской милиции Заключенного Парфенова К своему Бывшему Главнокомандующему Я не имею права Говорить Я не имею права Говорить От имени народа Но я хочу Но я хочу сказать От От своего имени И То есть И от имени Бриджского И вильнюсского ОМОНа Я хочу сказать Я имею ввиду Перед Сергеевича Горбачева Я ничего нового Не скажу Но я хочу Чтоб это Что ты познал Что мы Я лично Я являю Чтобы будь ты проклят И удар Я перед тобой чистый Все что я Я обещал тебе Союзу Я все выполнил Но почему ты жив Я тебе клялся Но ведь Но ведь и ты мне клялся Тоже И ведь И ведь И ты тоже бы притягивал Это я просил Вопрос был Почему ты жив Почему бы наши жены Сейчас Нам Нам начнут бы Передачи Или еще хуже Это уже есть Такое печальное Есть Там где ухаживают За нашими За нашими Бомогилами Она сейчас Почему бы твоя жена Сейчас Нам греется На этих богам И прочее Поэтому Очень тебя попрошу Есть тебя толк В дом На этих богам И прочее Уезжай ты туда Не поссорь ты эту землю Не надо Ты ее предал Он провел В одиночном заключении Почти два года Полтора месяца В камере смертников Усилиями Жены Ольги И друзей Известных И неизвестных Он был Освобожден Им говорили Им все время говорили Парни Там в Латвии Вы вляпались в политику Забудьте Ригу И послали Чечню В 89-м году Мы вместе с командиром Лынником Как-то ехали В машине Он мне сказал Андрей Ты знаешь Мы будем воевать Говорю Командир С кем мы будем воевать О чем ты говоришь Он говорит Ты знаешь Впереди такие большие события Видать он дальновидный был человек Поэтому и в это я не верил Я думал Мы просто будем заниматься Своей работой Но Не верил я в это Что мы будем заниматься Политикой И войной Здравствуйте Реки вот такой ширины Ах Здравствуйте Гора Вот такой ширины Ах Найди убегиоты Ах Обезьян Кошелоты Ах И зеленый Попугай Ах И зеленый Попугай В последнее время Они почти не появляются В Тюмени В перерывах между Командировками Унылое сидение На базе Редкие тренировки В спортзале С протекающей крышей Охрана имущества Каких-то типов Малоэффективные облавы На рынке И в общагах Рижан осталась 15 человек Из 115 Прибывших Когда-то в Тюмень С разных концов Некогда Единой стороны Им сообщают Что Кто-то из ребят И вправду забыл Ригу И стал Сытым бодигардом Кто-то, увы Стал бандитом Кто-то ищет Военные удачи Под разноцветными Знаменами Кто-то Примитивно спился Кто-то Погиб В горячих точках Они не жалуют Журналистов И неохотно Дают интервью Есть желание Розыстом бывших ОМОНовцев Которые ты сделал Для себя Лично После Всего того Что произошло С тобой С отрядом Со страной Не верь Не бойся И не проси Все, что тебе надо Вери сам Я боюсь Вывод будет такой Чуть-чуть Пессимистичный Не верить Многим Не верить Для себя Я сделал Один вывод Что При любых При любых Обстоятельствах Как бы они тяжело Не были Как бы Тяжко не было Тебе на душе Чтобы в жизни Не случилось Надо всегда Оставаться Человеком Человеком Чтобы По прошествии лет Не стыдно было Посмотреть В глаза Как Своим детям Так Своим товарищам Никому Никогда не верить Даже себе Иногда Все Вы что Потому что Сколько было Чего обещали Там вот И сейчас Нам обещают И рай И дальше Будут обещать А я уже Сейчас к этому Отношусь так Что я знаю Если нам сказали Вот это будет Я знаю Что этого Не будет Никогда Пока сам Для себя Что-то не сделаешь Бесполезно Что-то ждать Каких-то там Обещаний Привилегий Те же самые Квартир Хотя Нас еще Прошлый генерал Нам обещал Выделить Всем жилье В течение года Всему отряду Нам сейчас Обещают Мы как жили В общежитии Так и живем Нам давали 22 квартиры В этих трехлистники А получил их Кто непонятно Мы генералу Этот вопрос задали Новому уже Он такой интересный Так говорит Что вот Я не знаю Где ваши там Заявки были Кто вам обещал И все это проще Я понимаю Надо собрать Вот этих В токдоме Заселился И в чечную Место нас отправить Пускай они там Полгода посидят В окопах Шеи покормят А потом мы посмотрим И им квартиры Еще плюс не дать А мы туда заселимся В их дома И будем жить У всех семьи У всех детей У меня ребята Во взводе Живут В однокомнатной квартире У них жена И двое детей Ну куда это годится И выполняем Такие задачи Еще нет А что-то случится Если в городе Или где-то Все ОМОН Кого же больше послать Только ОМОН Потому что К этому Я говорю Никому никогда не верить Скажут Ну и зачем Это романтизация Неудачников Подавленных Обстоятельствами Типов Но знаете Не заметил я Среди моих Собеседников Сломанных людей Объекты жалости Нет Молчаливый вызов Вот что я увидел В этих глазах Тяжкие раздумья Наедине с сигаретой С бессонницей Наедине со спящими детьми С нищенской зарплатой Наедине С зубовным скрежетом Я все Пытался спрогнозировать Через некоторое время Мое вот сознание Отношение к тому Что я делал Изменится или нет Нисколько Причем еще больше Укрепился в правоте Нет я не жалею То что я делал в Латвии Почему пришел в отряд Чем занимался Не жалею я Я не жалею Я с тем парнем С которым я работал И даже сейчас работаю Не грабы не жалею Каждый же свое выбирает Нет Честно говоря Я не жалею И откровенно сказать Я бы поступил точно так же Я бы все равно Пошел бы работать В ОМОН И По-моему Повторил то же самое Что было Ну если б я жалел Я бы сейчас здесь И не работал Я с отрядом Навсегда остался Такие решения Принимают Сорой жизни И По-моему Надолго Нет Потому что даже Наши противники Которые находились На противоположной стороне Даже они признают Что В принципе В той ситуации Выжили И победили Именно мы Трудно Трудно сказать Понимаете Тут Есть две стороны Медали Вроде бы Как Подумаешь Одно Старали Что-то хотели Не для себя Мы Что там Жили Как сказать У кого квартиры Ничего же Не имели практически Что сейчас Мы живем Ничего не имеем Ну Я думаю Что может быть И не зря Конечно Может быть И не зря Я жалею Ну я кое О чем жалею Как было Вот сейчас Вот уже Значит Ну имея Так скажем Ни одну шишку Ни один снег Я уже понимаю Как надо было Ну Или мне кажется Ну что я знаю Как надо было О том Что было Нет ни капли Знаешь Может то Что мы делали Зеленаду было Это была Такая редкая Ситуация Когда Значит Именно Значит Тебе нравится Сама работа Значит Именно Подбирается Прекраснейший Коллектив Значит Потом были Не ангелы Сам понес Бодолго не ангела Значит Ну значит Там Не были Ну Так скажем Бои роботы Лечь Штать Вперед Убал Оржался Все Нет Там были Действительно Нормальные Классные Ребята И значит И значит Все это Подводится Под такую Очень светлую Очень хорошую И очень важную Идею Знаешь То есть Все Эти Три источника Три Составных Счастья Счастья Тогда были Вместе И вот И все И И все Что мы там Делали Я И я Не жалею И значит И значит Обо всем То что Произошло Да Было трудно Да И мне Да И семье И Жена Очень много Принесла Но я Не жалею Сережа Я Блин Мы делали То что Именно Тогда Было Нужно Недавно Его Встретил Я Он Мне Родня По Юности Смотрели Ухмылялись Да Стукали И две Рюмочки Ну как Живешь Не спрашивай Всем миром Прави Добрая Хорошая Чем Здорная Но мне Уже Не страшная Белая Река Капли Апылом Ах Река Рука По Беди Крылом Я Тону И мне В этих Кустяках Ты Рюмка На Столе Ты Небо На Руках ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА